Добрый вечер! Чем вылучается на постсоветской просторы и что сможет парпановать свету в ближайшей будущем? Высветляла Ганна Ковалева. Пионерного товариства в Светлогорске «Волокно». В последние 10 годов тут проводится укранение энергосберегающих технологий. Как выник такой модернизации – повышение якости продукции и разум с тем, снижение себепоштовой творчести. Я приведу фактические цифры. За апрель месяц мы сэкономили порядка 216 миллионов белорусских рублей. В мае месяце мы уже прогнозируется цифра порядка 700 миллионов белорусских рублей. Еще один из наглядных прикладов модернизации – это швейцарская установка. Она лечится лучше в свете. Похвалиться такой, кроме светлогорским «Волокно», на всей постсоветской просторы может только одна российская вытворчасть. Первая техника в том, что она вырабляет натуралоподобные материалы, которые потом будут выкористаны у автомобильной и мыблевой вытворчасти. Кроме того, могутность установки забеспечивает 810 тонн продукции в год. При этом до конца 2017-го тут з'явится еще две одинки такой техники. И в целом, на иноуше обсталявание, якое уже сегодня есть на предприемстве, мае багатый потенциал, освоить, яке еще треба буде при створении вытворчасти целком новой продукции. Это будут материалы, которые будут применяться и в сангигиене, в строительстве. Очень много разных аптирочных материалов. Очень много материалов требуется для медицины, которые впитывают разные среды. Вот это предназначение будущих нитканных материалов нашего производства. Литерально на початку мая затвердили концепцию развития концерна «Белнафтахим» на ближайшие 10 годов. Про это мгалонный курс у ее застался ранейшим. И он продуглеживает протяг модернизации и освоение выпуску новой продукции. Утымлику и то, яка сегодня у нашей краины еще ни день не вырабляется. Алипопытная е у вугулина с усветным рынку вельми высоким. Мы стараемся занять все ниши, которые более премиальные рынки. Мы уходим туда. 36 стран мы вошли на новые рынки только за 15-й год. И дальнейшая эта работа будет происходить. Это связано в первую очередь с тем, что наши предприятия модернизируются. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко. Телередо. Компания «Гомель». Светлогорский район. Фонд «Гомеля» был майомысь, означает сегодня 25 годы своей деятельности. Для коллектива эта дата стала подставой для подведения выника узробленного. Чем ганнарация у Гомельским областным территориальным фондом державной майомысти, введает Олег Синтюроу. Процесс реформования державных предприятий в приватную форму властности в Беларуси начался в 1990 году. В вынику проведенной работы отрималось скоротить расходы за кошки податка платежников, увеличить поступление в бюджет, заявивший интерес инвесторов до реального сектора экономики. А про это такие переутворения коренным чином сменили относительно людей до недержавной майомысти. За 25 годов на Гомщине переутворены у акционерное товарыство амаль 700 предприемств в коммунальной майомысти и свыше 200 республиканской. У тымлику такие суцветно вядомые, як Гомельдрев, Мазарский НПЗ, Гомельшкло, Гомельский химичный завод. А про это значная влага у работе областного фонда, утягнению о господаче оборот державной майомысти, якая не выкористовывается. Отповедная работа ведется 8 годов. За этот час новых уласников набыли амаль 2000 капитальных сбудований. По этому показчику Гомельская область первая в Беларуси. Работа с имуществом на сегодняшний день настроится таким образом, что мы должны довести до потенциальных инвесторов, либо субъектов хозяйствования информацию о том, что у нас имеется в свободной площади. Сегодня используются различные методы доведения информации. Это, конечно, сегодня электронные средства, это интернет, это сегодня различная реклама в транспортных средствах, это сегодня всевозможные растяжки. Сегодня тогда речь. Потенциальным покупникам на Гомельшне пропонуют больше 170 объектов коммунальной майомысти. Причем задача фонда Гомель об майомысть не только продать, а и вести постоянный контроль эффективности в икористане. Подчас уже чистого сходу огочивается информация, когда 40% взбудования набываются для вытворчих мед, как очвертие под жилье, крыхуменш для организации гандум и такие лечбы, якими генерация областном фонде державной майомысти, и океанили у республиканским комитете. За 8 годов инвестиции от реализации державной майомысти складли омоль 100 миллиардов рублей и больше 2 миллиона долларов. Этой теме уделяем очень большое внимание. То есть мы всегда смотрим своевременно, когда проводим оптимизацию, если вдруг закрывается какое-то учреждение образования, либо какой-то магазин, социальный объект, мы сразу стараемся принять все меры для вовлечения в хозяйственный оборот. Поэтому у нас всегда ежегодные планы, наверное, наибольшие в республике. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Талер, Радо, компания «Гомель». Жилево-коммунальная господарка Гомельской области распошла подрыхтовку до наступного цепляльного сезона. Отповедный комплекс мероприемцев распроцованы, шляхи его выконания обмерковались сёня, подчас посяжения облвыконкама. Об особенностях сёлетней подрыхтовки – наш наступный сюжет. До работы осенней-зимовой период коммунальные службы починают рыхтоваться одразу, як только у квартирых отключают отяпление. Головная увага – контролью за готовностью отяпляльных систем. До наступного сезона плануется выконать ремонт и реконструкцию больше, как 114 километров тепловых сеток. Отбудется замена больше, чем 70 километров водопроводных сеток. А кроме этого, у агульных спис работ уключены ремонт дахов и где необходимое утяпление по мешканию. Вся рот першочарговых задач так само на рыхтука палева для котельня. Традиционно заготавливаем чуть-чуть больше, для того, чтобы как раз-таки это топливо полежало на складе, подсохло и, так скажем, с меньшей влажностью поступало на сжигание теплоисточники, что, соответственно, даст большую отдачу тепловой энергии и, соответственно, снижение затрат на выработку одногих калорий. Термины выканания работ застаются неизменными. Сгодно нормативу, коммунальные службы повинны завершить под рыхтуку дать апляльного сезону до 1-го вересня. Для того, чтобы, соответственно, спокойно войти и готовиться, надо не в последние дни, а, соответственно, начинать готовиться с первых дней, для того, чтобы спокойно войти в невавральном режиме и максимальные работы, необходимые к выполнению, выполнить в указанные сроки. Дмитрий Котов, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько. Отель радио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля отбылось ушанование переможца у областного огляду конкурсу на левшую публикацию о профсоюзном руху у Гомельской области в региональных сродках массовой информации. Да, церемонию загороджения финалисты творчего споборництва приняли удел у круглым столе на тему друкованной выдании в сушасных умовах и ознайомились с работой редакции газеты «Гомельская правда». Вероника Ворошилина, Волода, под рабязностями. «Гомельская правда» – наистарейшая газета нашей краины. В наступном году коллективы рыхтуются цветковать и есть 100-годовый юбилей. А кроме шматграны журналистской деяности, супрацовники газеты освоивают и новые на прамке развития. До приклада больше к 4-й годы на территории редакции функционует «Вадовецкий дом», где ведется выпуск розной полиграфичной продукции. Починаючи от визитных карток и паштовок до книг, билбордов и баннеров. Пришим «Вадовецкий процесс» включаю в себе и написание тексту, и фотосдымку, и распрацовку дизайнерского оформления. На рахунку «Вадовецкого дома» «Гомельская правда» такие буйные проекты, як «Гомельская губерния», «Гомельшина уникальная» и «Гомельшина аграрная», «Гомельшина життё после Чарнобыля». Газета активно развивается и у интернет-просторы, постоянно удоскональваючи свой портал «Правда Гомель». У ближайших перспективах открытие уласной радиостанции «Правда Радео». Ближайший наш такой творческий проект – это открытие «ФМ-радио», которое будет называться, или называется уже «Правда Радио». Думаем, что вещание начнётся где-то в середине, во второй половине августа. И пока территория Гомельской области и вокруг её 30 километров, поэтому будем рады своим новым слушателям. До церемонии узнагороджения переможцы областного огляду конкурсу не только ознайомились с работой редакции газеты «Гомельская правда», але и приняли удел у круглого стола на тему, друкованное выданию в сучасных умовах. У целом творчий конкурс и родпроставников СМИ, який что год проводится Гомельским областным объединением профсоюзов, накерованы на то, как в глыбе и познайомить что-то шоу с громадско важной профсоюзной деятельностью. Нам хочется, чтобы люди больше знали о профсоюзной работе, не о функционерах профсоюзных, а именно о работе, которая происходит в трудовых коллективах по инициативе профсоюзных комитетов, на территориях. Есть много интересных примеров, но на фоне этого есть много очень интересных людей, причём подвижников, я имею в виду общественников, которые действительно делают свою общественную профсоюзную работу интересной. Подчас врачистой церемонии переможцы областного огляду конкурсу на лепшую публикацию о профсоюзном руху отрымали дипломы и подарунки. Что вот это творчество с поборницей набирая обороты, всё ли таколькость заявок на удел повеличилась у двоя. Было представлено коляд 400 публикаций из 19 районов Гомельской области. Конкурс на лучшую освещение профсоюзного движения, он, по-моему, самый близкий для журналистов, потому что мы работаем вместе, мы работаем, рассказываем о людях труда, работаем трудовых коллективов. Я думаю, что журналисты Гомельщины неактивно будут продолжать работать в этом направлении, освещая хорошую, продуктивную, результативную работу профсоюзу. Усе переможцы отрымали заслуженные узнагороды, они которые навод выказали архкомитету свои конструктивные пропановы. Як зарабить в этой зараз масштабный конкурс, я ще больше запотребованным сиротсродкам массовой информации у Гомельщины. Вероника Врашилина, Валерий Гапанько, Велеродоя компания «Гомель». У День славянского письменства и культуры литературная гостина молодых авторов 31-й Меры Деяна значила полгода с момента своего творения. Мероприемство с этой нагоды отбалось в Центральной городской библиотеке Мяерцена, про якое истнуе гостиная. Зараз я наобедного некальки десятков молодых авторов. Дарыши прикладно-палова з'их дебютовались зусим недавно. Имены починающих, алия талиновитых литераторов, были открыты як раз на протягу опошних шасти месяцев в дякуши работе литературной гостины. У творчей скорбонцы многих з'их уже есть высокие узнагороды, пришим некоторые с усветного узровня. Мы еще работаем, не только открываем новые имена, но также мы хотим приобщить к работе и молодежь. Вы знаете, в нашей литературной гостиной часто присутствует очень много студентов и филологического, и исторического факультета. И я смотрю, что действительно молодежь потянулась к литературе, к поэзии, и это очень меня радует. В Гомельском районе проходит взлет-конкурс от раду юных инспекторов дорожного руху. Удельниками стали больше як 80 школьников с Белоруссии и России. Вражистая церемония открытия взлета отбылась на переддни на набережной СОЖа. Какие конкурсные выпробования шакают юных инспекторов, доведался Дмитрий Котов. Вертолет у небе над ракой СОЖ, прибытие команды в области на теплоходе и массовые танцевальные выступления. Церемония открытия 44-го взлета юных инспекторов дорожного руху прошла с великим размахом. Удельников все лета больше як 80. Каптрапить у Гомель, и они проходили попередние отборы у своих регионах. Головная мета взлету, профилактика дитячего травматизма на дорогах и пропаганда здорового ладу життя. Самое главное, что как сотрудники госавтоинспекции мы можем для себя отметить, что на сегодняшний день в структуре аварийности детки наши страдают в дорожо-транспортных происшествиях гораздо реже по своей вине, нежели по вине взрослых. Поэтому что-то подобное, наверное, уже впору проводить со взрослыми. Традиционно на взлет приезжает и команда Российской Федерации. На ГТРАС наших соседей представляют школьники из Краснодара. Российская Федерация принимает участие в республиканском слете-конкурсе юных инспекторов движения каждый год. За это мы хотели сказать огромное спасибо организаторам этих соревнований. Также команду Белоруссии каждый год мы приглашаем на межгосударственный взлет юных инспекторов дорожного движения в Россию. Программа взлета юных инспекторов насыщенная и текавая. Школьники будут выявлять, кто лепш за остатних, ведая правила дорожного руху, оказывая первую медицинскую допомогу и володая навыками воджения велосипеда. Так само для удельников подрихтованы разностайные спортивные и творческие конкурсы. Для меня это, конечно, очень важно, потому что мне хотелось бы самой узнать побольше о правил дорожного движения, о оказании первой медицинской помощи и научиться кататься правильно на велосипеде. Все конкурсные выпробования проходят у санаторий «Золотые пески», який находится на территории Гомельского района. Выники будут подведены 28 мая. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». ГТ и другие новини вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. У студии працювала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин